Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Екатерина! Дорогие друзья, сегодня я, как всегда, приветствую на моём канале всех единомышленников. Сегодня я пригласила к нам в гости человека, который к нам уже приходил. Наши гости зовут Анна Лебедева, и Анна является представителем Союза родителей вместе. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить невероятно важную тему, которая сейчас была, и которую я уже частично затронула в предыдущих моих видео на канале совсем недавно, потому что тема эта касается не только какой-то одной страны, а, к сожалению, идёт в всемирном формате. Мы наблюдаем, что сейчас начинается абсолютно беспрецедентное продвижение вырубки лесов. Начиная с того, что сам даже Билл Гейтс проспонсировал некоторые организации, которые реально уже получили, значит, задание на вырубку лесов, сам этот проект уже приводится в исполнение. У меня есть отдельное видео по этому поводу со всеми ссылками, документами с реакцией людей. Так вот, все эти глобальные структуры сейчас взялись за то, чтобы вместо того, чтобы якобы, в общем-то, защитить планету, сажать леса, они решили их вырубать, тем самым уничтожая вообще флору и фауну, в том числе, естественно, вызывая опустынивание местности, высыхание озёр, рек и так далее. И, опять же, как вывод, мы можем делать разные выводы на данный момент, но у меня напрашивается вывод один, что это всё создаётся для того, чтобы людей из плодородных и сельских земель загонять в цифровые, значит, вот эти вот концлагерные города, да, и чтобы полностью подчинять их контроль, чтобы люди не могли жить на природе, начинают люди внушать, что природа – это плохо, что леса нужно вырубать для, причём для спасения климата. Как бы непоразительно это звучало, но именно под эгидой спасения климата нас заверяют, что сейчас нужно вырубать леса. Повторюсь, кто не смотрел, можете посмотреть на канале предыдущий ролик, я там объясняла, как они всё это выстраивают, да. Так вот, сегодня Анна нам расскажет важнейшую тему, которую они сейчас поднимают с Союзом родителей вместе, и очень много волонтёров и людей, которые живут на этой местности, подключилось. Идёт вырубка лесов на Байкале. Анна, вам слово уже поподробнее, нам всё расскажите, пожалуйста. Да, действительно, сейчас, ну, я бы сказала, она такая в перманентном состоянии, идёт, потому что всё-таки Байкал, он находится под защитой нескольких организаций, в том числе ЮНЕСКО, которая в России признана иноагентом. Ну, и, в принципе, даже сейчас уже такие есть заявления депутатов Государственной Думы, давайте вообще мы ЮНЕСКО исключим из возможности каким-либо образом взаимодействовать с нами, как, ну, международной культурной организацией. Но, тем не менее, Байкал вообще площадью, он почти 9 миллионов гектар, это единственное место на планете, которое существует по такой древности. То есть Байкал — это самое древнее озеро планеты. Там 3 тысячи видов животных, то есть в том числе водный мир, животный мир, 80% из которых — это эндемики. То есть на планете больше они нигде не водятся. И за счёт вот своей такой уникальной экосферы эти эндемики там сохраняются уже много-много, ну, миллионов лет, потому что озеро там около 25 миллионов лет насчитывают учёные. И, конечно, то, что сейчас происходит в отношении него, вокруг этого озера, поднимает огромный общественный резонанс. ЮНЕСКО уже выступило с требованием прекратить всё, что они там задумали. Но ближе к ситуации. Существует определённый закон о Байкале, он с 90-х годов ещё действует. Действительно, закон защищает его со всех сторон. То есть там национальный парк расположен, который тоже своим законом защищает эти территории, и лесные угодья, и водные ресурсы. Но вот сейчас буквально где-то, наверное, уже несколько месяцев идёт обсуждение нового законопроекта. Он выглядит как поправки к двум законам. Это закон об экологической экспертизе и закон о защите Байкала. Согласно этим поправкам планируется вырубить сплошной рубкой огромные территории, около 75 участков, то есть там на карте кадастровой описаны они, которые являются возможностью, но эти участки не являются возможностью для реализации туристического кластера. То есть мы приходим к такому моменту, когда существует туристический кластер Ворота Байкала. Он существует ещё с 2006 или 2007 года, и в него вложены огромные миллионы рублей, то есть около 500 миллионов рублей из федерального бюджета, и там около 300 миллионов из регионального бюджета Иркутской области. И получается, что сейчас он убыточен. Он уже в своё время получил предписание прокуратуры о том, что никаких реализаций резидентов нет, вошёл в зону ТОР, территория опережащего развития. Мы знаем, что этот закон, по нашему мнению, вообще просто драконовский. Он завозит иностранцев, а бенефициаров в наши территории, и, грубо говоря, организует им бизнес на наших землях с возможностью потом выкупить территорию вместе с природными ресурсами. Это вот закон ТОР. И часть Байкала, центральная экологическая зона, она вошла в ТОР, и они там организовали эти ворота Байкала, которые сейчас убыточны. И, как говорят сами предприниматели, резиденты, которые покусились, так скажем, на эти территории, и, как говорит сам директор проекта ворота Байкала, они не могут ничего реализовать, потому что природоохранная прокуратура их быстренько чик, и на следующий же день под белые рученьки, потому что существует закон. И, ну, очень интересно, конечно, для того, чтобы это всё реализовать, чтобы карманы набить, свои меркантильные интересы всё-таки, считаю, достичь, они решили не покуситься ничем иным, как просто взять и поправить федеральный закон, то есть уровень вообще вот именно этих интересов такой. Конечно, просто так взять и поправить закон, сказать, что мы хотим здесь развернуть туризм, причём что туризм они хотят развернуть не просто поставить там какие-то, ну, для дикарей там, да, эти вигвамы и прочее, чтобы отдыхали люди, а там по полной программе, то есть это тяжёлая артиллерия, так скажем, это и инфраструктура, это подводные дороги, это и бытовки, это коммуникации, это постройка, возможно, трасс, и как горнолыжных, так и туристических трасс, вот этих канатных дорог, это несколько гостиниц, это рестораны, вы представляете, в уникальном месте это всё они собираются организовать, на 800 гектарах, то есть выкосить лес 800 гектаров и на нём построить вот эту всю историю. Конечно, мы просто в шоке, когда это всё прочитали. Самое интересное, что сейчас они понимают, что, скорее всего, они делают как минимум неблаговидное дело, я считаю, что это вообще экоцит по всем статьям вообще здравого смысла и закона, и, конечно, они начали прикрываться. Прикрываться чем? Когда они понимают, что ответственность слишком большая, её на себе они нести не могут, потому что придётся потом отвечать за это, они перекладывают эту ответственность на население, на местное коренное население. И что они сделали? Неделя в этом же законопроекте приписали о том, что те люди, которые находятся, живут в центральной экологической зоне Байкала, они живут там, к примеру, ну вот у них есть 30 семей на сколько-то гектаров, и они вот много лет так и живут. И разрастаться они не могут. Они, грубо говоря, не могут там кладбище расширить территориально, они не могут расширить территориально свои земли, они не могут их собственно взять, они у них у всех в аренде. Ну, действительно, там нужны какие-то изменения для того, чтобы люди действительно могли жить. Но в один закон они всё успехали. И чтобы люди обслабления были, то есть признать их земли не в земельном кодексе, чтобы уже лесохрана занималась, а уже как в жилищных перевести моменты. И получается, что депутат Володин, по ним председатель Госдумы Володин, понимая, что просто так Байкал народ не отдаст, он всё это вместе совместил и сказал председателю комитета по экологии на старости на доме Кобылкину Дмитрию. Кобылкин, езжай-ка ты вот по Иркутской области и по Бурятии и спросил местного населения, хотят ли они этот законопроект, то прям натуральным образом так и произошло, хотят ли они этот законопроект для того, чтобы они могли перевести в собственность земли свои и для того, чтобы они могли расширить захоронение. Потому что прямо в законе, в поправках они отдельным моментом указали перевод земель в цель назначения гражданские военные захоронения. Ну, гражданские понятно, почему военные, вот я так и не поняла до сих пор. Может быть, это что-то дует ветром из-за закона об эвакуации, но то есть это только мы догадываемся. На самом деле Кобылкин со всей своей свитой вместе с губернатором Иркутской области колесил, и на самом деле этот Кобылкин вместе со всей своей свитой, с губернатором Иркутской области Кобзевым и с главой республики Бурятия, они поехали по деревням, вы можете себе представить, автобус с депутатами Государственной Думы, у которых там зарплата, энное количество тысяч, с губернатором, они поехали по деревням, где автобус, ну, грубо говоря, там на лицах тащили, потому что там люди живут в глубинке. И смех, и грех, и смех, и грех. И я когда смотрела просто все эти, мы ездили туда активистами, и прямые трансляции у нас получилось вести через телеграм-канал нашего сообщества защитного, и действительно это было удивительно, когда сидят пиджаки среди населения в сельском Доме культуры, куда пришло 20 человек. Они приезжали в посёлки численностью 300 человек, 200 человек, 98 человек. Самое вот многочисленное, это 1400 человек, и они сидели там вот несколько часов, разговаривали с населением, склоняя, я считаю, его к тому, чтобы население взяло на себя ответственность, и этот законопроект протолкнуло. Я с ужасом смотрела, когда одна из активисток встала, женщина, и говорит, вы что здесь вообще пропагандируете, вы почему говорите, что это для перевода земель в жилой фонд, когда вы не говорите, что Байкал под угрозой экоцида находится, вы вот картину всю давайте, и тут встаёт депутат, я просто смотрела трансляцию, это был вопиющий просто случай, ну, либо представитель, который, в общем, с ними был в компании, и говорит, женщина, а что вы фейками занимаетесь? Это закон о жилье. Здесь никакой речи о Байкале не ведётся, и я просто понимаю, что если бы не наша, ну, так скажем, независимая вот трансляция, то это бы всё осталось в кулуарах, потому что когда они приехали, этот же самый Кобылкин, он на своих телеграм-каналах писал просто душераздирающие истории, когда мать двоих детей там не может ничего организовать, там нет электричества, здесь нет этого, здесь нет того, тут дорога не построена, похоронить некого, и то есть вот на таких вот действительно болях людей, когда нужно править закон, но не так, ни в одном месте сразу и люди, и кони там всё вместе, то есть одним нельзя прикрывать, другое, и как раз они вот, ну, я считаю, что лоббируют мнением сейчас населения протаскивание этого закона. Но самое, что интересное, в этой же Государственной Думе первый заместитель председателя, это как бы комитет по экологии Дмитрия Кобылкина, ФТИСов, по-моему, Евгений его зовут, но он запросил у Росстата вообще количество территорий, которые там сейчас уже, так скажем, зарегистрированы как участки, вот, и он насчитал к 2021 году 14 с половиной тысяч участков. Соответственно, я прихожу к мнению, что там давным-давно уже что-то распахано, где-то что-то куплено, построено, может быть, даже элитное жильё, и таким образом сейчас этим, может быть, уже выкашены, сплошной рубкой огромной территории, проданы Китаю, это вообще мы не исключаем, потому что такими моментами, я считаю, что пожарами, такими вот законами о сплошной рубке, ещё какими-то моментами, когда законодательство даёт возможность сказать, ну, вот лес мы сейчас выксим, или леса нет от пожара, это всё идёт прикрытие того, чего уже нет. Либо этого леса уже там нет, в большинстве случаев оно где-то продано, либо это действительно уже разобрано на участки жилые, и там что-то происходит. И вот, ну, одно другому не мешает, то есть они что-то прикрывают, к чему-то открывают двери своих меркантильных интересов. И, конечно, там Госдума, я так поняла, что сейчас идут споры, разделилось на два лагеря, кто за, кто против, кто назвал законопроект похоронами Байкала, я считаю, действительно, это прям вот натурально отражает суть этого законопроекта, но кто-то лоббирует. И самое, что интересно, и экологическое сообщество, оно тоже разделилось на два лагеря. Ну, то есть мы сейчас видим вообще, я считаю, что наш мир, вот в целом, и момент времени в экологической сфере, либо в любой другой, он как-то делится на зёрна и плевела. То есть и внутри их системы тоже происходит какая-то поляризация. И одни экологи нам говорят о том, что, да вы знаете, сплошные рубки, это вообще, в принципе, не очень-то и сплошные, они на самом деле выборочные. И я когда вот такое слушаю от учёных, я просто поражаюсь, насколько до безумия, ну, отсутствия здравого смысла доходит их желание выслужиться. Ну и, конечно, существуют определённые учёные, например, там, представитель Российского географического общества в отделении Иркутской области, он открыто говорит о корытме Леониде, он открыто говорит о том, что нельзя рубить деревья, потому что, во-первых, там деревья, которым, ну, на минуточку 500-600 лет. И в законопроекте они говорят, да, ну, мы одно дерево вырубим, пять посадим. И тут возникает вопрос, ну, одно дерево вырубим, а пять этих, они сколько расти будут? Во-первых, почвогрунт весь будет просто, ну, наружу. Соответственно, там уже никакого экосферы такой не будет. Всё будет абсолютно другое. Тот Байкал, который мы знаем сегодня, если этот законопроект протащат, мы больше никогда не увидим вот в таком виде, в котором он сейчас есть. Наследие будет потеряно, детям передать будет нечего. Потому что, если они начнут это всё ворошить, как даже, например, вот на эндемике, там есть байкальский омуль. Это единственная рыба, которая там тоже очень много лет, там тысячи, сотен живёт в Байкале. И она, ну, в определённой температуре живёт. Если изменить леса, соответственно, уже будет климат другой. На градус поменяется температура, байкальский омуль, он просто вымрет. Он там не сможет находиться. У него поменяется среда, получается, обитания. Ну и всё таким образом, оно так же и делается. Самое, что интересно, почему у нас вызывает реальные опасения. Потому что уже на стадии даже рассмотрения, в пояснительных записках, вместе с независимыми данными, есть очень кардинальное расхождение. Ну, например, о том, что... Я даже сейчас приведу вам абсолютно вот действительно пример. К каждому закону, законопроекту, есть пояснительные записки, которые расшифровывают, да, ну, в целом обосновывают, либо дополняют этот законопроект. Ну вот, в частности, к этому законопроекту приведены данные Сибирского института физиологии и биохимии растений. Говорят, что там, вот на той территории, которую они... Центральная экологическая зона Байкала, она составляет 89 тысяч гектар, на этой территории погибших и поврежденных лесных насаждений на 2021 год, это 64 тысячи гектар. То есть масштаб, да? Но тут же Рослесозащита говорит, что очаги бактериальных болезней отмечены на площади 3700 гектар. Разница в 17 раз. То есть пояснительная записка нам приводит просто катастрофическую ситуацию, когда нужно выкашивать санитарные рубки, выкашивать деревья. Тут же другие независимые источники говорят абсолютно другие цифры. И здесь уже, конечно, возникает такой вопрос, а кто говорит правду? Если такие расхождения, значит, точно они в чьих-то интересах. Ну и, как говорят экологи, если, конечно, вырубить леса, а это могут быть леса первой категории, который как раз защищает Байкал от сброса глины и прочего в реку, то уже нечему будет защищать озеро, и оно просто потеряет себя, которое оно сейчас есть. Но это из, наверное, основы. Ну, стоит, наверное, отметить, что местные жители говорят, что там уже орудует команда Терипаски. Ну, то есть это всё по слухам, конечно. Но местные жители, может быть, они знают лучше, чем официальные источники, всё же они там живут. А был ли какой-то опрос среди местных жителей, независимые, то есть вот от каких-то организаций, что рассказывают местные жители, что видят, как вообще к этому относятся, осознаны ли они, понимают ли, что этот закон, это просто прикрытие, что им дают конфетку, а под этой конфеткой на самом деле хотят протащить экоцит Байкала. То есть они осознают это? Ну, я могу сказать, что научно-исследовательский центр независимый, он подключился к этой проблеме Байкала, они в полной мере решили организовать на территории Республики Бурятия и Иркутской области научно-социологический опрос. Он сейчас завершился, по нему подводятся итоги. Но я могу сказать, так как я участник этого опроса, в том числе, и один из организаторов рабочей группы по защите Байкала, мы этот опрос видели, промежуточные итоги я тоже видела, какие они, ну, то есть можно примерно представить картину. Я могу сказать, что подавляющее большинство людей категорически против. И они, кстати, считают о том, что это идёт лоббирование интересов. Если мы не будем брать вот такие разрозненные группы местного населения, которые, ну, я считаю, введены в заблуждение, и поэтому они за, а предоставлять действительно истинную картину в отношении этого законопроекта, то люди однозначно против. И они, кстати, не просто против, потому что закон как-то неправильно сконструирован, а они против, потому что они понимают, что замешаны глобальные интересы. И здесь речь уже идёт не о защите Байкала, не о распределении законопроекта на местные жители и отдельные рубки, а вообще, в принципе, о защите, потому что уже покусились. Значит, они не остановятся, нужно останавливать. Как раз вот этот научный опрос, который проходит в двух регионах сразу, он является официальным научным доказательством, истинным мнением населения, а не сфабрикованным, я считаю, которые формировали чиновники. Поэтому на него стоит опираться прежде всего. Как только он завершится, я обязательно расскажу в процентах, как его только профессора социологических наук, в частности, его готовят, будет готов. Мы его опубликуем, то есть обнародуем на обширную, скажем, общественную организацию, попросим, чтобы они, конечно, тоже продублировали себе эти настоящую позицию двух республик, которые непосредственно возле Байкала находятся, то есть там население против. Оно против, конечно. Люди, они понимают, что они часть природы. Я могу вам сказать больше, я сколько раз сама была на Байкале. Байкал, если вот там человек, если один раз побывает, он его на всю жизнь запоминает. Определённо, это какая-то очень живая среда, ну то есть я имею в виду живая, его не зря называют «Святой Байком». Он вот туда приезжаешь, и ты понимаешь, что определённый дух, определённый настрой, у тебя определённое эмоциональное состояние, и это всегда гармонизация, то есть это всегда какое-то ощущение наполнения, перестройки, это жизнерадостность появляется, это тонус внутренний. То есть действительно, это очень такое, ну священное озеро, его не просто так священным называют, оно обладает уникальной какой-то невидимой силой воздействия положительного на человека, как на часть природы. То есть там человек себя действительно начинает ощущать частью природы, вот прямо натурально. И поэтому люди, которые там живут, они знают это, чувствуют, и они душой, они встают на защиту Байкала. Просто дезинформированы, я считаю, что население у нас, вот местное кряное население, и вообще в целом по России такой некий информационный вакуум, либо, опять же, однобокое освещение. Подать информации, да, 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 да. Но на самом деле, безусловно, Байкал — это вообще жемчужина мира, не только Россия. То есть это уникум, да, мы же знаем об этом. И действительно нужно встать на его защиту всеми силами, потому что у тех людей, которые сейчас продвигают эти законы, как в России, так и во всем мире, они идут по одной и той же методичке, вот это адженда 2030, и мы должны бороться за каждое озеро, за каждую травинку, мы должны объединяться в этом плане, поэтому я очень рада, что вы сегодня нам это рассказали. Я уже рассказывала тоже о том, что вот даже журнал Forbes недавно публиковал статью, показывая этих экологов, фейко-экологов, так скажем, которые, вот как вы только что сказали, да, есть вот реальные люди, которые борются за тот же Байкал, за спасение реально флора и фауны нашей планеты, а есть вот эти фейко-экологи, которые работают сейчас на глобальной организации, да, и вот они нас в этой статье на Forbes, я ее показывала, убеждали в том, что вырубка лесов это спасение климата, знаете почему? Потому что, оказывается, так как леса горят, они выделяют СО2, а если их все вырубить, они просто не будут гореть, их нужно вырубить и закопать в землю, и закапывая их в землю, они будут там каким-то образом вот продолжать там работать якобы на охлаждение территории, охлаждение климата, в общем, там такую замутили статью в этом Forbes, у меня просто волосы стали дыбом, то есть вместо того, чтобы искать возможности предотвращения горения лесов, они решили их вырубить, чтобы они не горели и не выделяли СО2, вот такой парадокс, вот такие у нас экологи сейчас пошли, да, поэтому мы, осознанные люди, должны это понимать, я очень рада, что вы говорите, что вот был такой независимый опрос, что он продолжается, и что действительно просто есть часть людей, которые дезинформированы, но люди, которые там живут испокон веков и которые несут эту культуру в себе, да, они, я думаю, все-таки в большинстве должны понимать, что они единая часть этой природы и что действительно они тоже должны стать на ее защиту. В общем, здорово, что мы сегодня об этом поговорили, тоже будем отслеживать ситуацию, большое спасибо за информацию, Анна. Я хотела дополнить по поводу как раз деятельности. Помимо научно-исследовательского опроса у нас проходит сейчас такой общероссийский глобальный сбор подписей. Он проходит у нас в двух формах, в гугл-форме, ну, то есть в электронном варианте мы имеем возможность, у нас сейчас электронный документ оборот тоже в законе, и в живым бумажным сбором. То есть мы по всей России инициировали нашей рабочей группой огромное обращение, так как по третьей статье Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Он осуществляет свою власть непосредственно либо через органы государственной муниципальной власти. Мы сейчас такими боли изъявлениями, мы его назвали боли изъявлениями, мы осуществляем свою власть непосредственно, то есть используем эту конституционную статью в нашу пользу. Мы обращаемся к Путину, обращаемся к Володину, к председателю Государственной думы и вообще, в принципе, требуем отмены законопроекта в таком его виде, которым он сейчас есть. Не все согласны отменить законопроект, потому что люди хотят разграничить себе, так скажем, территорию. Но в этом виде, в котором он сейчас, вместе со сплошной рукой, мы категорически против. И сейчас организован этот сбор подписей, он идет у нас уже несколько недель. Могу сказать, что люди действительно подписываются массово, то есть если брать электронный вариант, там прибывают и прибывают подписи. Это уже разошлось по всей России, так что, если что, присоединяйтесь. Вообще российский сбор подписей у нас идет. Я считаю, что он обязательно должен быть, потому что, опять же, не получится тогда у них спекулировать избирателями голосами. Они же принимают законопроект, говоря, что мы представители народа, вы нас когда-то выбрали, и, пожалуйста, мы вашими голосами сейчас этот закон примем. Грубо говоря, опять такое некое перекладывание на население, которое вообще даже ничего не понимает. Когда человек сам подписывает своей рукой запрет на этот законопроект, он свой голос уже не отдает спекулировать этим депутатам. Он свой голос берет себе и выражает свою власть непосредственно. То есть это такое очень хорошее, большое, я считаю, что дело. Как минимум, ответственность, она останется на тех, кто собирается это все проталкивать. Но это, наверное, тоже такой из важных шагов. Отлично, да, мы оставим ссылку тогда, вы мне дадите все ссылки, я поставлю обязательно под видео, чтобы люди смогли пройти и действительно ставить тоже свой голос. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо вам, Анна, за то, что вы нас пригласили на такой важный эфир, потому что я знаю, что у вас огромное количество подписчиков и такое резонансное, ну, так скажем, событие в жизни страны и даже мира, я бы сказала, потому что это мировое наследие, оно должно быть обязательно освещено, и люди должны знать правду, что происходит сейчас на Байкале. Благодарны. Спасибо вам огромное, Анна, до встречи, будем следить за событиями. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.